Здравствуйте! Это программа «Хаберлер неделя» на телеканале «Милет». В студии работает Фадимий Сейтмамут. Смотрите сегодня. Народный праздник в Бахчисарае красочно прошел Ходерлес. В Крым всей семьей в Оленевке открылся автокемпинг. Реализация соглашений Пятого международного экономического форума. В Красногвардейском районе началось строительство комплекса полиафилизации. Готов ли Крымский мост к курортному сезону? В вахтовом городке строителей Тамань прошло очередное заседание общественного совета. Благое дело. Волонтеры собрали несколько тонн твердых бытовых отходов. Народный праздник. В Крыму красочно прошел Ходерлес. Музыкальные сюрпризы – национальная кухня. Развлечения для самых маленьких. В атмосфере дружбы и радости побывала и наша съемочная группа. Праздник начинается с национальных танцев и музыки. Все богатство крымско-латарского народа на одной площадке. Здесь царит поистине праздничная атмосфера. Мне очень нравится этот праздник. Я очень рада видеть всех атмосферчан, всех своих крымчан. Всех поздравляю с праздником. Всем здоровья, счастья. Это здорово, ребята. Это весело. Очень весело. Нам очень нравится. Мы каждый год сюда приезжаем. Сегодня крымские татары отмечают древний тюркский праздник земледелия Ходерлес. В старину он обозначал завершение весенних полевых работ. Праздник символизирует приход лета, плодородие, достаток и благополучие. Этот праздник отмечали на протяжении многих лет. Мы обязательно вместе с народом будем отмечать этот праздник. Это событие всегда объединяет людей, их сердца. И это для нас огромный пример. Новым символом праздника в этом году стала самая большая турка размером более двух метров, представленная публике телеканалами «Лет» и радио «Ватан Седаса». Для всех гостей праздника приготовили несколько тысяч чашек кофе. Первыми угостили главу Крыма Сергея Аксенова и муфтия Крыма Эмирали Аблаева. Каждого Крым-Каратанского дома встречали или гащали чашечкой ароматного хаек. А на самую большую феску в мире, которая была сделана в прошлом году, муфтий Крыма по традиции прикрепил монету с эмблемой праздника. Хадерлес проходит с большим размахом. Здесь гости могут попробовать изысканные угощения, приобрести национальные сувениры и научиться традиционным ремеслам. Ну и, конечно, побороться за барана в эффектной борьбе куреш. Для малышей организовали целый детский мир. Это карусели, батуты, паровозики и прилавки со сладостями. Праздник объединил десятки тысяч человек со всех уголков полуострова. Люди приходят семьями. Хадерлес объединяет всех. Очень праздничная, дружелюбная на самом деле. Очень хорошая аура этого фестиваля. С уважением. Здесь все крымчане присутствуют. Поэтому, слава богу, всех крымчаней, всех национальностей. Для всех это праздник. Хадерлес в Крыму отмечали всегда. Но такой размах он приобрел только после воссоединения Крыма с Россией. Уже пять лет праздник удивляет гостей и бьет рекорды. А в этом году и расширилась география. Конечно, для нас радостно, что наши соотечественники с Херсонской области ежегодно посещают Хадерлес. Они с нами. Они радуются солнцу, радуются сегодняшнему празднику, который нас еще раз сплотил, соединил, дал возможности пообщаться, услышать друг друга. Праздник укрепляет многонациональную дружбу на полуострове, сохраняет культуру, традиции и самобытность крымско-татарского народа. Для меня самое главное, самое приятное, что на празднике присутствуют все наши крымчане, абсолютно всех национальностей, всех вероисповеданий. То есть это самое главное в большом, едином, многонациональном Крыму, чтобы мы и все праздники праздновали вместе. Хадерлес будут отмечать до позднего вечера. Целый день гостей радуют исполнители крымско-татарской эстрады, государственные ансамбли песни и танца хайторма, ансамбль «Хрым» и специальные гости Эльбрус Джан Мирзоев. Все создают незабываемую атмосферу. А для тех, кто не смог побывать на праздники, целый день велась прямая трансляция на телеканале «Милет». В Крыму отпраздновали 1 мая. Как отмечали крымчане, праздник весны и труда в нашем следующем сюжете. Традиционно праздник начался с шествия по главной улице столицы. Нескончаемая колонна людей в руках у каждого. Флаги, шары, цветы. У всех праздничное настроение. Эти кадры из столицы Крыма возвращают в юность. Все атрибуты прошлых первомайских демонстраций на месте. Громкая музыка и транспаранты. Первомайские демонстрации для многих – прежде всего теплые воспоминания из детства. По центру Симферополя прошли колоннами госслужащие, работники предприятий, представители профсоюзных организаций, спортсмены, студенты и школьники. Настроение у всех праздничное, этому способствует и погода. День трудящихся – это всех праздник, всех трудящихся. Очень интересный и радостный праздник. Сегодня его украшает и коллектив Крымско-Татарского театра. Мы пришли с ансамбль сели, чтобы праздновать этот праздник весны. Шашлыки, отдых. Это день всех трудящихся, который работает на благо всего города. Традиционно в праздничном шествии приняли участие первые лица республики. Они возглавили колонну. Кроме того, на празднике были и иностранные гости из США и Европы. Мы все держимся на людях труда. Каждый труд ценен, каждый труд достойен уважения. То есть независимо от того, кто в какой роли и какое количество времени этому отдает. Поэтому с уважением ко всем, кто трудится на благо Родины. Сердце столицы задает праздничный ритм всей республики. Первомай, как бы ни менялись эпохи, и сейчас остается настоящим праздником весны и труда. Это первое мая в нашей памяти. До сих пор это семейный праздник, праздник весны, праздник мира, добра, трудолюбия. Поэтому для нас это, конечно же, очень важный, знаменательный праздник. Самое важное, что это объединение. И объединение всех, вне зависимости от того, чем занимался, все разные социальные уровни. И сегодня эта традиция, самое главное, сохраняется и развивается в Крыму. И вы, как видите, мы все вместе, и нас не разъединены. В демонстрации приняли участие и сотрудники Крымско-татарского телеканала «Милет» и радио «Ватан Седоса». Мы с нашим коллективом приняли решение пройти шествие в честь праздника такого. Веселого, майского, весеннего. Всех поздравляю с праздником. Мир, труд, май. Первое мая – труд и мир, прежде всего. Воспоминания о том, что наши деды и прадеды строили сильное, мощное государство. По данным организаторов Симферополя, в праздничных мероприятиях приняли участие 28 тысяч человек. В целом по Крыму почти 50. С одаренными детьми, выпускники из школы поступают. Айша Шулакова, Виталий Голубев, телеканал «Милет». В Крыму набирает популярность путешествия с семьей или большой компанией на автомобиле. Для таких туристов на полуострове оборудуют автокемпинги со всеми условиями. На попережье Черного моря в поселке Оленевка Черноморского района открылся летний лагерь. Со всеми подробностями султанье Ситакаева. В целом дом площадью 32 квадратных, каждый отделен номер 16 квадратных метров с верандой. Уютные двухместные домики находятся на берегу моря. Здесь есть все для полноценного отдыха, а главное – комфортно, дешево и удобно. В комплектацию номера входят у нас две кровати, систему кондиционирования, холодильник, чайник и мебель на зоне веранды для отдыха. За четыре месяца здесь оборудовали целый комплекс. Построено 250 домиков на тысячи койко-мест. Дуплекс оценил и глава Крыма Сергей Аксенов. Комфортное размещение, коллеги, всем рекомендую. К услугам отдыхающих есть все необходимое. Медпункт, аптечный киоск, магазин с продуктами, душ с горячей водой, туалет. Деревянные дуплексы расположены с видом на море. Рядом с домиком предоставляется парковочное место. Здесь также можно подключиться к интернету, воспользоваться шизлонгом и арендовать мангал. Не будут скучать и те, кто любит активный отдых. Можно совершить морскую прогулку и насладиться восхитительными пейзажами, арендовать велосипед, заняться серфингом и покататься на джипах. Территория комплекса полностью ограждена. Круглосуточно находится под видеонаблюдением и охраной. Сегодня здесь полностью локальные сооружения. Вода на месте, скважина. В море ничего не сбрасывается. Энергетика подведена. На мой взгляд, еще раз говорю, 4 месяца – это серьезное достижение. Все собрано с чистого листа в булом поле. Автокемпинг в Оленевке входит в один из пяти туристических кластеров. Строительство предусмотрено федеральной целевой программой. В будущем здесь предполагает строительство современного гостиничного комплекса на тысячи номеров. Стоимость инвестиционного проекта около 3 миллиардов рублей. Это туристический кластер в Черноморске, где мы находимся сейчас. За счет государства создается инфраструктура, строятся дороги, газ, электричество, водооснабжение, водоотведение. Создаются инвестиционные площадки. Здесь конкретно больше 170 гектаров. Водоинвестиции заняты только первые 30. Впереди для бизнеса, мне кажется, очень серьезная перспектива. В Крыму на данный момент официально работает 9 автокемпингов. Подготовлено еще более 20 площадок под создание подобных комплексов. Султанис Токаева, Аким Бикиров, телеканал Миллет. Жители жилого квартала Ешельдак, что в двух километрах от Симферополя, больше 25 лет проживают без централизованного водоснабжения. Неоднократные обращения в администрацию Чистинского сельского поселения остались без результатов. Наш корреспондент Софья Шукурова отправилась в село Фонтаны и узнавала, какие еще вопросы волнуют жителей. На наш поселок всем плевать. Ни дорог, ни воды. 20 с чем-то лет существует поселок. Все, ничего не сделано. Никакой инфраструктуры, ничего. Ленура Джапарова живет в жилом квартале Ешельдак. Это в живописном поселке Фонтаны, что в двух километрах от крымской столицы. Поселок образовался в 1993 году и с того времени здесь нет воды. Жители вынуждены собирать дождевую воду для технических нужд. Питьевую же приходится покупать. У государства сколько она? 28-35 рублей. А мы покупаем за 400 рублей куб воды, чтобы как-то выжить. Сейчас начинается лето. Не посадить, не полить, ничего. Вот уже 15 дней жители без подвоза воды. Больше 500 жителей написали обращение на имя депутата Госдумы Руслана Бальбека и председателя Госкомнации Ленура Абдураманова с просьбой решить их вопрос. Подвоза, а в дальнейшем и строительство водоснабжения. Пожалуйста, Ленур Азидович, обращение коллективное. Основное это вода. Подвоз воды сегодня. Не подвоз, а подвозка воды. Отсутствие водоснабжения не единственная проблема в поселке. Здесь нет дорог, частично водоснабжение, электроснабжение и социально важных объектов. Также жители жалуются, в селе нет адресов. Скорые, пожарные ночью будут искать каждого человека. Даже улицы написаны мелким шрифтом и ничего не видно. Были случаи, скорая ищет, всю ночь бегает ищет. И мы тоже встречаем, черти куда ездим. Газифицировали микрорайон 10 лет назад и до сих пор у нас газа нет. Наши 15, может 20 семей без газа до сих пор. И сколько писем писали, и сколько ходили, просили, все отписки. Неоднократные обращения в местную администрацию результатов не приносят, говорят жители. Сегодня у них в поселке первый в истории визит чиновников. Спасибо Руслану Исмаиловичу, Ленуру Азизовичу, что к нам приехали. Наш председатель сельского совета уже больше пяти лет у нас не появлялся. На встречу к жителям глава Чистинского сельского поселения не приехал, но отправил своего заместителя. Он занимает эту должность чуть меньше года. Проблему дорог водоснабжения знает. При этом честно признается, в поселок приехал впервые. Если честно, я вот именно здесь наверху первый раз. До ноября-декабря месяца будут проведены работы по проектированию, получение проектно-смертной документации, получение права собственности на объект капитального строительства, то есть на эту дорогу. От 12 до 18 миллионов будет выделено. Протяженность данного участка у нас в общей сложности составляет 960 метров примерно. Но сумма большая почему? Потому что ввиду того, что большой объем работы. И это будет не просто дорога, это дорога с тротуары. Накопившиеся проблемы в селе и ток отсутствия коммуникаций между людьми и местными властями, считает депутат Госдумы Руслан Бальбек. С 1993 года люди здесь брошены, нет электроэнергии, отсутствия дорог, воды. То есть все это говорит о том, что люди находились на необитаемом острове, несмотря на административную близость и к городу, и отношение непосредственно к району. Поэтому все эти вопросы будут взяты на контроль. Каждый месяц, 27 числа, руководство Госкомнации, местные власти и жители поселка с целью решения вопросов будут встречаться на площадке Государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Республики Крым. Мы взяли обязательства перед людьми, что теперь мы будем ежемесячно отчитываться по тому системному плану, как будет выстроена здесь работа. Озвучены проблемы ряд и газоснабжения, и водоснабжения – самый острый вопрос. Есть вопросы по оформлению каких-то земельных участков под соцкульпт, поэтому действительно люди здесь правы в том, что о них совсем забыли и давно не решались эти проблемы. Поэтому мы буквально 5 числа планируем уже со всеми руководителями ресурсоснабжающих организаций, руководителями районами быть здесь и комплексно решать эти вопросы совместно с населением. В начале мая по просьбе жителей будет инициировано выездное рабочее совещание с привлечением представителей ресурсоснабжающих организаций администрации Симферопольского района. Сефис Шукурова, Алишер Алимов, телеканал «Миллет». В музей-заповеднике Херсонес-Таврический стартовал Всероссийский межнациональный молодежный фестиваль «Мозаика языковых коренных народов России» «Крымский маяк 3.0». В нем принимает участие более 400 юных активистов со всей России. Все подробности в нашем сюжете. Сотни крымчан и гостей республики собрались на набережной Ялты. Здесь красочные костюмы, национальные танцы и музыка. Так проходит фестиваль «Крымский маяк 3.0». «Крымский маяк 3.0». В финальный день фестиваля начинается шествие участников. Здесь около 400 представителей и 8 федеральных округов. Более 40 коллективов из 18 регионов страны приняли участие в «Мозаике языков коренных народов России». Анжела Аджива профессионально танцует уже 30 лет. И второй год подряд она вместе с ансамблем участвует в межнациональном фестивале. Сегодня задача исполнить национальный танец карачаева-черкесцев. «Это черкесский народный танец хапа, где девушка должна обладать грациозностью, показать образ горянки. Парень же сильный, горделивый, но тем не менее относящийся с огромным уважением к образу девушки». Фестиваль был организован национальной культурной автономии греков России еще в 2016 году. А на данный момент в нем участвует почти вся страна. «Си Синтыков». И мы представляем мужской танец, но только в исполнении девушек. «Мы из города Крымск. Эллинский танец. Пентозали. Из республики Сахайя Кучи». В этом году форум прошел под эгидой пятилетия «Крымской весны» и расширил географию, объединив народы России. «Крым – один из самых многонациональных субъектов Российской Федерации. И именно эту тему пытаются наши недоброжелатели использовать для того, чтобы дестабилизировать ситуацию. Невозможно поссорить народы, которые веками жили на этой земле». «Каждый этнос на сегодняшнем фестивале имеет возможность показать. Вот то многоголосие как раз таки и формирует ту мелодию, которая отличает Россию от многих стран мира». В следующем году фестиваль обретет статус международного, уверены организаторы. «Для начала охватим постсоветское пространство, чтобы поддержали эту идею, идею правильного единения». «Крымская земля всегда рада видеть гостей. И максимально, как сегодняшнее солнце Ялтинское обогревает всех, мы готовы встречать и развивать наши взаимоотношения». «Мы получаем мир и межнациональное согласие. Ну а результатом этого, конечно, станет успешное развитие и процветание нашей большой страны России, как и российского Крыма в целом». «Здесь действительно царит настоящая атмосфера дружбы и согласия. Крымский «Маяк-3.0» – еще одно доказательство того, что Россия и Крым процветают в единстве». Эльмас Аблакимова, Эльдар Заитов, телеканал «Миллет». В Красногвардейском районе началось строительство комплекса и полеофилизации. Соглашение было подписано на 5-м Ялтинском международном экономическом форуме. На месте строительства побывал и наш корреспондент Руслан Минаев. «Так выглядит готовый продукт. Это клубника, которая прошла процесс леофилизации. Можете попробовать, что в нем сохранился весь вкус, запах». В руках у директора пищевого парка клубника после технологии леофилизации. Ягода сохранила все витамины, вкус и цвет. Однако теперь она весит гораздо меньше и может храниться до 5 лет. Леофилизация – абсолютно новый для крымских производителей способ обработки продуктов. Технология подразумевает собой очистку, нарезку продукта, их заморозку при температуре минус 60 градусов. Затем продукты попадают в вакуумные камеры, где за счет снижения давления лед сразу превращается в пар. Таким образом продукт полностью обезвоживается. «Цель леофилизации – это сохранить максимально продукт и соблюсти его все этапы хранения без холодильных установок, без увеличения энергозатрат. При этом в продукте остаются все его полезные качества, вкусовые и все витамины. Продукт имеет прежний вид, но гораздо меньше вес». Соглашение о начале строительства цеха по леофилизации было подписано на Ялтинском международном экономическом форуме. Сейчас на территории пищевого парка идет стройка. Уже соорудили каркас будущего цеха. Оборудование будет исключительно российского производства и было придумано еще в советское время. На первоначальном этапе планируется запустить 10 машин по леофилизации, мощностью переработки до 500 килограммов в сутки. «Перевооружение цеха подсолнечного масла завершено. Переходим к строительству цеха леофилизации, площадь которого будет составлять около 5000 квадратных метров». На территории пищевого парка уже работает цех по переработке подсолнечника. Сейчас из него делают подсолнечное масло. Жмых, который остается после производства масла, отправляют на животноводческие фермы Крыма. А из шелухи собираются делать брикеты и использовать вместо дров. «Масло имеет явный аромат подсолнечника. Это натуральная продукция. Здесь примена технология однократного отжима. То есть в масле сохраняются все полезные витамины и вкусовые качества». На предприятии уже работает около 80 человек. После открытия цеха палеофилизации, лаборатории и испытательного центра, количество рабочих мест увеличится до 500. Руслан Минаев, Герай Абдулаев, телеканал «Милет». Готовность транспортной инфраструктуры Крымского полуострова к курортному сезону обсудили на заседании Общественного совета по строительству Крымского моста. Его участники – журналисты, ученые, экологи, историки, представители бизнеса, спортсмены, деятели культуры и искусства. Встреча состоялась в городке строителей в Тамани. С места событий наш корреспондент София Шукурова. «Я уверен, что в 1920-е годы они были показательные, в 20-е годы количество туристов, но точно, в подъеме к корпусу с 18-го года». На заседании Общественного совета собрались журналисты, экологи, историки, инженеры, деятели культуры и искусства. Они обсуждали подготовку транспортной инфраструктуры к курортному сезону. Заслуженная артистка России, певица и актриса Алена Сверидова – уроженка Керчи. Она с восторгом говорит о Крымском мосте. Эта грандиозная стройка века изменила жизнь многих. «Крымский мост, конечно, очень упростил мою жизнь и очень ее украсило, потому что я любуюсь на него каждое утро. И да, когда ясная погода, мне кажется, он совсем-совсем близко. Конечно, изменилось строительство дорог в Крыму. Это то, что сразу как-то всех объединило и всех как-то отпустило. Потому что, конечно, с дорогами был ужас-ужас». Уже в мае ожидается наплыв туристов. Трасса Таврида, аэропорт Симферополь и Крымский мост – главные наземные воздушные артерии полуострова. Именно благодаря открытию последнего, меньше чем за год, на полуостров приехало почти 5 миллионов машин. «Приближаются майские праздники. Мы, конечно же, ожидаем увеличения потока. Мост к этому готов, эксплуатационные службы. Поэтому люди могут планировать свои путешествия и встречать майские праздники в кругу семьи на той или иной стороне. Эксплуатация автодорожной части транспортного перехода через Крымский пролив осуществляется в штатном режиме. На сегодняшний день в обоих направлениях проехало порядка 4,8 миллионов транспортных средств, в том числе 55 тысяч автобусов и 450 тысяч грузового автотранспорта. Это в три раза больше, чем автотранспортных средств, которые воспользовались в 2017 году за весь год паромной переправой». В ходе встречи члены общественного совета обсудили строительство железнодорожной части Крымского моста. Инженеры отмечают, она соответствует всем мировым стандартам. Железная дорога сможет пропускать 47 пар поездов в сутки. Скорость движения будет до 120 км в час. Уже в конце августа из Тамани в Крым поедет первый технологический поезд. «Строительство ведется круглосуточно и в праздничные дни. Работает на объекте более 5000 человек. Работы ведутся с двух сторон. Это рабочие из Крыма и из Кубани движутся друг к другу навстречу. Из 38 км уже проложили 22 км рельса шпайлной полосы». После запуска железнодорожной части Крымского моста уже зимой ожидается повышение потока туристов в Крым. Двухпутная дорога через Керченский пролив заработает в декабре 2019 года. «Идут работы по окраске пролетных строений, идут работы по строительству баз эксплуатации будущей железной дороги. Также мы сегодня в активной фазе находимся – это работы по энергетике Крымского моста. Одновременно с этим тоже идут работы по сооружению систем связи, централизации и блокировки для безаварийного движения поездов при их эксплуатации». Речь зашла и о строительстве трассы Таврида. Сегодня ее готовность составляет 55%. Строительство трассы началось весной 2017 года. За это время строители проложили двухполосную автодорогу протяженностью 190 км от Керчи до Симферополя. Это позволит разгрузить поток транспорта и избежать прошлогодних заторов. «Мы готовы гораздо лучше, чем в прошлом году. Открытый участок трассы Таврида до Симферополя – 190 км, в которой забирается минимум 15 тысяч автомобилей в сутки. Также у нас в хорошем состоянии трасса Таврида, та, которая существующая, старая трасса. То есть на ней установлено освещение в границах на населенных пунктах, что дополнительно даст безопасное движение как для всех видов транспорта, в том числе для гостей, которые приезжают на личном автомобиле». Предстоящий курортный сезон в Крыму должен пройти на высоком уровне. Первый поток туристов ожидается уже в ближайшие дни. София Шукурова, Герай Абдулаев, телеканал «Миллет». В селе Чистенькое волонтеры собрали несколько тонн твердых бытовых отходов. О значении благого дела в сюжете Энвера Аблязиза. Эта несанкционированная свалка – одна из самых больших в селе Чистенькое. За многие годы местные жители вывезли в поле десятки тонн твердых бытовых отходов. Сегодня крымчане борются с экологической катастрофой, убирают несанкционированные свалки. Такие кучи – лишь небольшая часть того, что есть в Крыму. Но что самое интересное – весь мусор идет на утилизацию и переработку. На субботнике задействовано 100 человек. Мусора настолько много, что пришлось вызывать тяжелую технику. Вручную не справятся. Компания наша сегодня так и называется – «Очищаем землю в селе Чистенькое». Вместе с нами работают еще четыре компании. У каждой компании свои функции. Наша задача – убрать весь полиэтилен и увезти его на завод, где в дальнейшем этот полиэтилен будет утилизирован, и с него еще получится полезный продукт. Утилизировать и переработать можно весь мусор – бумагу, дерево, резину и стеклянные бутылки. Но самым опасным для экологии принято считать полиэтилен. Срок его окончательного распада – 500 лет. Мы, по сути дела, остров, потому что вывоз мусора на материк сегодня запрещен. Мы должны справиться с этим сами. Основная проблема – это полиэтилен, который не уходит в землю. И мы стратегически теряем территорию, вроде вот этой территории. Она на сегодняшний день находится в непосредственной блюзе пастбищ, где может спокойно разместиться какое-то сельское производство. Сегодня лозунг волонтеров «Кто, если не мы?» Каждый из ребят собрал несколько мешков мусора. Мы пришли помочь убрать свалку, потому что это глобальная экологическая проблема, которую нужно исправлять и подать примеры нашим сверстникам. Специально на субботник приехал блогер из Челябинска. Дома его знают как чисто мэна. Преодолев почти 3000 километров, он готов поделиться собственным опытом. Я приехал, чтобы посмотреть, как в другой части нашей страны убирают мусор, перенять опыт, возможно, передать свой опыт. И это успешно получилось. За очистку территории волонтеров и представителей мусороперерабатывающих компаний благодарит глава администрации поселения. По его словам, денег на уборку свалок нет. Да, к сожалению, бюджет Чистинского сельского совета не позволяет в достаточной мере финансировать такие объемные мероприятия. В официальном реестре состоят четыре несанкционированные свалки, которые мы пытаемся убрать разными методами, в том числе привлечения, как сегодня, волонтеров. Весь собранный мусор отвезли на перерабатывающие предприятия. Почти 100% отходов можно использовать вторично, либо произвести другой полезный продукт. Энвер Аблизис, Герай Абдулаев, телеканал Миллет. Сцена молодости Крым. В Ялте завершился фестиваль лучших студенческих театров страны. Сабрия Алимова познакомилась с талантливой молодежью. Спектакль «Снегурочка», «Чушь Астафьева», «Доходное место» и многие другие. На театральных подмостках полуострова впервые выступили студенты пяти ведущих театральных вузов страны. Екатерина Казакова – студентка высшего театрального училища имени Щепкина. Девушка рассказывает, с гордостью и восхищением выступила в театрах Симферополя и Ялты. У нас плакали, у нас не могли поверить вообще в это. Это такое самое большое впечатление, потому что я была летом в Крыму, и я как раз ходила в этот театр на Ирину Вадимовну Муравьеву, и я не могла себе представить то, что через какое-то время я буду тоже стоять на этой сцене. Здесь новая сцена, новые зрители, и зритель принимал настолько тепло, что мы не ожидали. Он хлопал, смеялся. Я не могу передать эти эмоции, это какие-то новые ощущения, и с этим, эти ощущения мы забираем с собой в Москву. Это были первые гастроли и для студентов в ГИКа. Ирина Рура со своими однокурсниками подготовили для Крыма спектакль «Пять вечеров» в Володина. Считает, что удалось передать зрителю всю глубину чувств и эмоций. Не зря Чехов здесь написал «Вишневый сад», не зря вообще здесь писали, сюда приезжали, чтобы отдыхать и попадать в такое состояние свободного творчества, потому что здесь в такой атмосфере действительно хочется творить. В мероприятии принял участие глава Крыма. Сергей Аксенов подчеркнул, фестиваль проводится в Крыму впервые. Он уже вызвал большой интерес у зрителей. На самом деле наша молодежь российская, она очень активная. И вот знаете, те люди, у которых горят глаза, которые увлечены процессом, как правило, у них в жизни все получается. Поэтому уверен, что на самом деле этот фестиваль получит продолжение, станет большой всероссийской площадкой. И, как говорит наш президент, правильно, что искусство может пробить любые блокады, лучше иногда вооруженных сил. В церемонии закрытия фестиваля также приняли участие министр культуры Крыма Арина Новосельская, ректор Всероссийского государственного института кинематографии имени Герасимова Владимир Малышев и ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий. Глава республики вручил участникам фестиваля памятные подарки и отметил, что начало проведению такого масштабного фестиваля положено. А это значит, на следующий год Крым опять встретит гостей из разных театральных вузов страны. Сабрия Алимова, Эльдар Заитов, телеканал «Миллет». На этом все. Все главные события новой недели мы обсудим вместе в следующее воскресенье в 19.30 на телеканале «Миллет». Спасибо, что были с нами и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова